здравствуйте меня зовут татьяна я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина кому интересно видео про вязание о начале процесса оставайтесь я получила несколько сообщений в которых просили показать и рассказать о начале нового процесса несмотря на то что я говорила он еще не выведен на финишную прямую я люблю посадить изделие тогда рассказывать но мне одна девушка говорит таня когда я начинаю вместе с вами хоть и вижу не так быстро у меня все все получается расскажите о самом начале а дальше как пойдет мы же все все будем подстраивать под себя это я приветствую я расскажу как у меня сейчас самом начале с предупреждением что пока еще на финишную прямую я не вывела но как сидит мне нравится джемпирог вяжется из пряжи органиком наверное да вот да фирм с хейпхис я называю не знаю про не за неправильно что я хочу сказать хлопчик моей мечты я так долго к ним ушла и наконец-то дошла 50 грамм 170 метров спицы рекомендуется тройка хочу сразу сказать что я вижу тройкой однако кубической тройкой почему-то когда я вязала образец ссылку на видео где я показываю образец обязательно оставлю он у меня вот здесь вот еще в корзиночке лежит мы сегодня к нему обязательно вернемся и там я прям себе дала почему-то слово пацана вязать чуть ли не до на два с половиной чтобы была изумительная вещичка а теперь вижу и думаю надо было брать тройку не кубическую так что мы придуряемся я поняла что при моей плотности вязания можно было спокойно взять 325 если кубики как рекомендуется здесь спицы троечка да то есть я фактически вижу на 275 может быть и вот чем больше полотно тем понимание она мне нравится она мне очень нравится но спокойно можно было действительно на троечке вязать вот значит рекомендации по уходу за изделием связанным из этой пряжи кому будет интересно я вот так приближе стирать 40 утюжочек двоечка там что-то химчистка чистка я не знаю не понимаю цвет 217 цвет конечно изумительный что и говорить этот хлопок прислал мне на обзор из магазина про клубочки оля хозяйка магазина когда предложила мне собрать посылку пряжи на обзор по желанию там я заказала другой хлопок сейчас принесу не поленюсь сходить за ним вот такой толстенький хлопочек я заказала небеса мне почему-то тогда прям вот очень хотелось именно толстенький хлопок быстренько получить результат это же фирма вы видите но совершенно другой метраж я обязательно к нему вернусь и есть отдельный ролик на обзор этой пряжи сейчас и вверху ссылочка выплывет где-то вот здесь и в конце ролика в качестве окошечки обязательно тоже оставлю ссылки если для кого-то будет интерес новенькие подписчики приходят и будет если будет интерес обязательно я все это покажу так вот этого хлопка не было в наличии оля говорит я взамен положу другой вот этот пойдет не по я же не зная как выбрала вот этот вот хочу толстенький что-то еще что-то я готова подождать этот хлопок но оля положила огромное спасибо я просто не то что рада я счастлива что познакомилась с такой удивительной ниткой мягкость мягкая заикаюсь аж повторяться от ощущений я не буду все в том ролике сказала и сразу поняла как бы мне осмелится на тонких спицах связать изделие вот не готова я вязать на тонких спицах хотя тройка но какая на тонкая я просто думаю что два с половиной буду использовать и вот тут что-то я раскочегарила сама прямо того не понимаю как мы так получилось связала я свою прелесть кстати девочки два человека просили показать крупным планом лицевую гладь у прелести и сказали что в любом ролике это сделайте мы смотрим все ваши ролики то есть вот именно когда руки в кадре сейчас сейчас пока вспомнила сейчас вот показываю вам гладь прелести прелестные кукурузу с молоком есть отдельный ролик вот гладь после стирки крупным планом вот она и рядом здесь прям спокойненько заметно но в общем и целом очень очень неплохо вот такая девочки гладь показала хорошо что вспомнила это было маленькое лирическое отступление мы продолжаем дальше давайте вам покажу сразу задумку чтобы те зрители которые поймут а это не моё фасон не мой даже смотреть ролик дальше не стал и не стали я очень хочу чтобы оставались только те кому интересно значит куда кстати огромное вам спасибо за добрые слова в адрес моих рисунков татьяна вы рисуете хорошо я вся правда что рисовать я не умею но действительно нет умею вот значит а кто-то говорит а рисуйте вы уже гораздо лучше чем в первых роликах ну видите какая поддержки а вот распашоночку то опять нарисовал все пишу пока еще свой этот как его журнал виду не знаю насколько меня хватит так вот напишите хорошие сообщения так сказать вроде как опять виду хотя уже три раза забрасывать собиралась но пока держусь квартал продержалась девчонки года может быть еще там месяца два продержусь а потом как всегда без журнальчиков блокнотиков значит смысл данного джемперочка будет следующим так как у меня 10 мотков это вполне хватит я бы конечно хотела футболку вязать но раз есть пряжа зачем футболить лучше связать пусть три четверти рукав не знаю какие рукава будут не знаю но не футболка вот и это будет джемпер лето заканчивается в шкаф не убираю и осень я с удовольствием прохожу и при первых снежочках когда вот пуховички только вылезаешь да но погода конечно разная вестричи там что-то хочется шерсть полушерсть но если такая если мягкой поступью зима приходит то мне нравится под пуховиками вообще ходить в футболках а вот этот джемпер и хопковый прелесть но я как-то все больше и больше к натуральным составам конечно склоняюсь все равно происходит переоценка ценности я как относилась так хорошо отношусь к акрилу но вот как-то вот больше тянет меня с годами я просто хлопок еще свой не находила а вот сейчас мне когда дошло до меня что есть хлопок мягчайший ручки прям к нему тянут еще раз прям огромное огромное спасибо на магазин про клубочки я ссылку оставлю на магазин мизинг владеть двумя магазинами тоже ссылку оставлю там же информацию про промо-код и скидку небольшую на первую покупку все это будет под роликом значит рисую я отлично посмотрите как я понятно нарисовала простейший джемпер мне хочется все-таки выйти за 30 сантиметров обычно 30 32 делаю сейчас 35 сантиметров мне хочется здесь перейти вот этот рубеж к 40 не хочу подобраться может быть стирка подберется не знаю и кстати не помню как ведет себя образец вот не помню я не пересматриваю ролики это самое растянулся он или такой же остался ну хлопок или такой же останется или под даже как это сказать под сядет значит что мне хочется резинку сейчас я покажу ее но я резинку подразумеваю просто горловинку что-то такое как я люблю косички звездочки и так далее переходит плавненько это все в линию реглана широкая примут очень хочу широкой то есть где-то чуть больше я обычно 70 есть и я пролазит замечательно 70 для меня прекрасная свобода облегания а я хочу как то вы знаете прямо может быть стремящись к 80 то есть 76 78 вот так вот но 70 так сказать 5 надо перейти не совсем длинненькую хотя как пойдет это все надо посмотреть еще я ведь примеряю и мои иногда установки они куда-то исчезают и добавляются новые такую же небольшую как горловина но резиночку узор на резиночке да и там такие микроколоски у меня сейчас я покажу будет внизу а вот на рукавах и это же самый узор будет чуть побольше на рукавах мне хочется лишь я знаю что это будет не будет подгибаться будет скорее всего три четверти если после стирки это будет удлиняться ну и бог всем длинный но вот почему-то в этом джемпере я не хочу я же обычно как-то рукава куда-то не по-человечески ношу хотя так многие носят вот здесь я хочу такую-то в общем-то широкий пока хочу нельзя как дальше пойдет без всяких за ужин может даже расширить рукавочек как пойдет не знаю мне вполне достаточно будет на джемперу с рукавами три четверти все-таки опять забыл метраж 10 мотков по 100 с чем-то по 170 метров но это же прелесть прелестно я так люблю спокойно вязать уйдут все 10 не уйдут я не знаю но я люблю вязать когда спокойненько приспокойненько у меня все это так сказать душу греет вот этот вопрос хватит не хватит что я делаю а может быть сменить курс на вязание может какой-то другой свет посмотреть это конечно не критично и всегда мы найдем выход из этого положения но мне очень спокойно вязать могу даже когда пряжи хватает прям за глаза ввести какой-то другой цвет это нормально но я очень легко и спокойно душе когда точно пряжи хватает и так как я задумала значит здесь широкий рукав три четверти вот с такой довольно таки широкий кай вот такой же рисункой все я по-русски начала говорить значит дальше обязательно нет не обязательно мне хотелось бы пристроить место пишут такие образцы как сто раз уже получала я такие значит как это называется комментарий что пристройте как карман вот этот вроде бы большой но вот нравится он мне и есть все шансы что он будет пристроен как кармашек неважно что у меня не будет путанки в самой кофточке путанка на кармашке кармашка уже должна какая-то быть в кармашке и своя собственная выпендрежность конечно должна и резинки у меня никакой не будет два на два в кофточке а здесь будет ну и что но вот все таки что карман элемент не чужеродные мне хочется вот эту вот мережечку где-то в кофточке обозначить где я пока не знаю нет вернее знаю что это будет на рукавах но где точно не знаю или за несколько сантиметров к вот этой самой давайте условно резинки там не знаю такую декоративно как она резинка то к этим колоскам или как только отделила рукава от тела я почему так рисую это очень здорово или ладошкой закрытили вот посмотрите вот как бы один вариант да мы можем увидеть и представить неплохо вроде да карманом будет в любом случае вот второй вариант и так вот я смотрю как все-таки мережка будет лучше вот здесь где-то или вот здесь вот лучше вот таким образом отсюда рождаются асимметрии ничего не будет удивительного и мои зрители давние не удивятся если я одну мережку оставлю как бы на верхней части рукава другую мережечку сделаю в нижней части рукава близко вот к этой самой назвать никто не удивится что асимметрии мои все мне кстати так нравится я даже и мне и так нравится правда когда вот он ближе к резинке и так нравится в любом случае это будет привет карману вот эту вот мережечку мы пада держим вот на кармашке она будет карман уж посредине с вами сделаем что хотим то и натворим вот и значит очень условно я покажу этот джемпер сзади здесь тоже самое почему я внизу не нарисовала если у вас мадам сижу не такая мадамистая как у меня можно здесь даже вот концу к низу изделия сделать типа разрезик вот тут пуговичка заканчивается допустим на декоративной пусть неважно и здесь вот пошел разрезик то есть я так как-то делала моя мадам сижу этого не очень любит это безобразно и поэтому от этого отказалась возможно длина изделия на это влияет и будет у меня другое изделие я не знаю больше так не хочу это вам в качестве идей у меня не будет вот этого разрезика а сделать вид что действительно застежки не ложная действительно такие правдочные натураль можно спокойно у меня будет в общем то просто пуговички для этого я прокладываю здесь вот дорожку из изнаночных петель которые сейчас конечно же покажу сколько пуговиц будет я не знаю но вот такой вид сзади вид спереди джемпирог чем хорош его если действительно как-то с каблучками с какой-то юбочкой чуть-чуть побольше косметики до мамзель мамзелистый такой вид и ты прям вот ну хуч на родительское собрание хуч в театр хуч куда а брось каблуки на пяль какие-нибудь там джинсы рванину да и белые кроссовки ты уже такой спортивный джемпирог и никто подумать не сможет что он мадам мадамистый такой может быть вот это мне нравится не пока я еще не решила судьбу скорее всего и не смысле здесь и не будет присутствовать я говорю о бирочки я конечно люблю когда бирочка по цвету подходит иногда на говорю будь это бежевым цветом голубые пуговицы голубая такая бирка это тоже очень все классно я не спорю но бирки ляпать везде это не мое мне все пишут они вы уже люди рассчитают там 6 7 изделий связали без бирок да и бог с ними еще 6 7 свяжем без бирок они бирочки должны украшать изделие они должны быть по отделу и они должны быть как бы изюминкой нет никто никому ничего не должен хорошо когда бирочки являются какой-то такой знаете изюмой изюминкой изюмистой а это если будет но при ляпала хорошо кстати как отличается цвет на самом деле нет на самом деле они 1 вот почему так отличается вот не знаю поэтому чужеродным элементом бирочка быть не должна здесь мне кажется уже начнется спор не будь пуговиц на спине я спокойно бы наверное где-то на кармашке или вот здесь вот это можно было бирочку спокойненько домики организовать или на кармашке нет вот здесь наверное но пуговички смотря какие если я такие же матовые пуговицы возьму и они будут просто сливаться скорее всего у нас таких потому что полно в магазинах пуговичных у нас таких полно матовые пуговицы которые сливаются с матовой текстурой как это называется пряжа и тогда можно я подумаю я пока ее никуда особо далеко не убираю эту бирочку и когда заряжаю корзиночку где моя корзиночка вот она драгоценная моя корзиночка стоит и я бирку то держу то есть все у меня здесь те этикеточки которые уже отвязаны я тоже все сюда закидываю когда процесс готов все потом убираю так что корзиночка ты бирка то как бы я ее виду имею но не факт не факт что я ее пришью про пуговицы вот она та самая полу лужня которую я прокладываю на спине чтобы значит потом здесь были пуговицы кстати 80 сантиметров леска я не могу расширить полотон до той степени чтобы было понятно что это девушка 56 размера будет носить смысле я все спрашивают таня вот какого размера надо леска девчата я то что леска бывает разного размера верите нет узнала совсем недавно у нас ведь раньше были вот серьезные велосипедные спицы а если уж круговые спицы какие-то были такие знаете на макаронах мы их называли на макароне насажены какой там тросик какая там вот вот не перекручивающаяся штука нет вечно обламывающаяся у основания спицы макаронина пластмассовая макаронина и мы ее обрывали на на газ и маленечко там кто-то нам зашкурил и мы опять вяжем до тех пор пока там она вообще часто модно короткие раньше мы этого не знали поэтому ну вот да сейчас бы мне 80 сантиметров как бы маловато я не могу вам показать в полный вязать я вижу все равно не вот без разницы на каком вязать только лишь бы это было конечно не вот крохотные для шапочки было бы неудобно и плед допустим вязать нам на 60 может быть неудобно там нужно метр-метр-двадцать метра пятьдесят но вот это как-то люди нормальные начинают горловинку значит с одного размера лески переходит на другой какой там чего вижу и не жужу когда я сказала что увидела значит пуговички капельки как капельки росы все где мы даже не пристали такой пуговицы девочки то у меня от каких-то бабушкиных вещей даже не знают какие 2 по блузки блузки и сзади на спину что там как-то сказать застежка капелька ближе к шее да и вот там вот это пуговица точно была вот это даже не знаю но это тоже из бабушкиного сундучка хороню их как зенит суха я конечно куда-то их когда-то пришью но это прям мои сокровище вот такие я пуговицы видела голубенькие но вот эти пуговицы они тяжеловатый хоть вот это большая это даже говорить не чего тяжеловато я на цвет не смотрите я сейчас принцип показывает и даже эта пуговичка поменьше она тяжеловато. А там были, как капли росы. Они вот прям, ну, чуть ли не прозрачные, но с голубизной. А на голубом фоне они точно будут голубенькими. Вот что-то такое я и хотела. Это даже такой, знаете, джемпирог, чуть ли не блузочка праздничная получается. Но народ не дремлет. Этих пуговичек больше не было в том магазине. Я пока только в самый ближний хожу, который у меня к дому, потому что ну, в дальние съездить в свой выходной просто жалко времени. А когда сижу с мамой в сутки, ну, я маму настолько не оставлю. Я гоняю буквально до ближайшего магазина продуктового назад. Дома отыскала от пуговиц чумеет. Мой телефон чумеет от пуговиц. Потом из недр памяти я вспомнила, даже вот эти вот мелькают в самых моих вязальных первых роликах, когда я говорю, там, голубой берет преображаю. Был берет. Я люблю год поносить, а потом что-то пришить. Ну, конечно, во-первых, это тяжелое. Я думаю, у меня же где-то были голубые. Во-первых, их мало. Нет, во-первых, цвет не тот. Во-вторых, они тяжелые. Вот в-третьих, их мало. Вот мне бы вот каждую вот эту пуговичку разбить на, как это сказать, 4 части. И тогда это будет то, что мне нужно. Но я просто хочу, чтобы вы меня поняли, и поэтому вот вам показываю. Такая тяжесть на спине, они прям, ух, гирьки килограммовые. Мне не нужна. Кто-то говорит, бусинки, полубусинки. Девчат, не люблю. Пока не хочу. Может быть, просто таких бусинок не встретила. Ну, вы понимаете, что я хочу? Вот на 4 части разрежем вот эту стекляшечку. Ну, скорее всего, в ближайшее время я не найду. А когда я пришиваю что-то временное, это нет ничего, да, более постоянного, чем временное. Просто какие капельки росы, Таня. Вот, девочки, вот такие нежно-голубые, даже бело-голубые, но в 4 раза меньше пуговички. Это, наверное, бусины. Это, скорее всего, бусины. Не знаю. Вот. И я уж прикладываю, прикладываю. Простые матовые голубые, даже если я найду такие матовые. Ну, вот романтика пока подождет. Скорее всего, так и будет. Но зато простые матовые, как-то это такой будет джемперочек, как джемперочек. А если я что-то такое найду, это будет уже такой джемперочек а-ля блузочка. Так, ну что, давайте от теории перейдем к практике. Вот, что непосредственно уже связано. Здесь линии реглам не видно. Я вот так сейчас ее немножечко выставлю. Да, вот тут вот. Ну, уже вот, кто вяжет, тот понимает этот полуфабрикатный вид, включает воображение и прекрасно понимает, что и как будет. Значит, сейчас расскажу, что к чему, кому интересно. Видите рядность, да, где я с хлопком там обязательно без стука, вообще без приглашения точнее, приходит рядность. Мы уже нормально живем, мы уже даже дружим. Это совершенно мне не мешает, не пугает. Мне очень нравится, что получается. У меня не было чисто хлопкового джемперочка. Я и вязала чисто хлопковые джемперочки, дарила. Вот этот никому. Ни за что. Фигушки. Значит, я набрала 180 петель. Да, кстати, набрала я их на спице 2,75. И убрала в шкаф. То есть, вот эту часть резинки я связала на спице 2,75. Все остальное я буду вязать на троечке. Даже на рукавах вот эти вещи. Все, я убрала. Особой разницы не вижу. Мне понравилось, как на тройке. Ну, уж горловинку 2,75. 180 петель. Предупреждаю для новеньких. Я люблю большие горловины. Они нравятся не всем. Пожалуйста, подкорректируйте количество петель под себя. И связала я несколько сантиметров. 5, по-моему, вот этими самыми колосками. Сейчас мы на них посмотрим. Сейчас мы на них посмотрим. Рапорт. 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная. Целуюсь вместе. Изнаночные дают 2 петли. Но, тем не менее, вот эти 6 петелечек, 6 петелечек, я почему-то считаю, вот единица. Шестерками считаю 6 петель. Сейчас мы к ним вернемся. Вот они, кстати, перешли в регланную линию. Вот эти вот 6 петелечек. Вот этими шестерками я и считаю. Перевитие. 3 ряда перевития. То есть, в четвертом ряду получается. Но вы можете пореже, почаще, как угодно. И я распределяю петли, считала вот именно этими единицами. То есть, 1 единица у меня на регланную линию. Соответственно, регланных линий у меня 4. 3 единицы у меня на рукав. Раз, два, три. 3 единицы это значит по-другому 3 на 6. Сколько петель-то? Правильно. Итак, 6 петель на регланную линию или 1 единица. Я такая лентяя, что даже считать мне, чем петли отсчитывать лучше. Вот видите, кому как. Удобнее, пожалуйста. Я не скукни математики, вообще не люблю. Ну, я говорю как есть, чтобы было понятно. Дальше. 18 петель или 3 вот этих самых единиц и по 6 петель, да, у нас на рукавах. У нас, у Николая Вторых. Дальше. Две дорожки спинка. Две дороги, два пути у нас перед. Или по одинаковому количеству, то есть по 10 единиц на спинку, 10 единиц на переднюю. Мне так очень тоже нравилось. Тогда бы я на рукавах не вывязывала росток, а вывязывала, прям переходила сразу уже на переднюю часть. Брала бы 2, там петли 4, 6, 8, как нравится. Но я пошла чуть-чуть другим путем. Не 10 и 10 я разделила вот этих единиц, а разделила 9 единиц на спинку и 11 единиц на перед. 11 на 6, 66. Девочки, проверьте потом в сумме. Я ведь наговорю. 9, 6, 54. Это не то, что правильно или неправильно. Ну, как вот захотела я покружиться на рукавах и сделала так. Чтобы 54 петли спинки догнали, 66 петель переда, нужно на рукавах покружиться 6 раз. Правильно, мне уже подсказывали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 18 петель спокойненько, да, можно на 6 точек разворота 3, 4, 5, 6 разделить. Я, честно говоря, кружилась не 6 раз, а 5. Давно я не делала так, чтобы мой перед был чуть-чуть, хотя бы на 2, на 4, на 6 петельчик побольше, чем спинка. Этого не надо делать, потому что я сказала, модель будет широченная. Вот когда модель не широченная, это принципиально, когда прям все вот с минимальной свободой облегания. Ну, я так вот взяла и все. Поэтому на рукавах у меня было 5 точек разворота. Не падай, пожалуйста. 5 точек разворота. То есть спинка не до 66 дошла, а до 64, по-моему. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, да. Вот здесь уже как хотите, пожалуйста. И все-таки у меня чуть-чуть спинка поменьше. Но это никто не заметит, в полотне заметно не будет. Если пышная грудь, это вообще замечательно. Если не очень пышная, то лучше сравнять количество. А тем более, кто вяжет выточки, там вообще как-то правильнее, чтобы количество петель на спинке и на передней части было одинаковым. И выточки уже свое дело сделают. Полотно, так сказать, посадят хорошо. Выходя на переднюю часть, я взяла 4 петли 6 и 8. Почему так? Не знаю. Вот, ну, просто от балды я вяжу. Я вяжу неправильно, я вяжу интуитивно, я вяжу, как мне вот взбрендит в мою не совсем светлую голову. 4, 6, 8. Ну, зато я вяжу, понимаете. А стоит мне вот в расчеты углубляться во что-то еще, у меня вязание сразу начинает из рук выпадать. И получается, когда я пять раз развернулась на рукавах и три раза здесь, то есть у меня вот мой росточек на 8 поворотных рядов или на 16 таких обыкновенных. Мне нравится. И все равно это джемпер такой, знаете, с уклоном на лето. У меня, мне кажется, все джемпера с уклоном на лето. Я люблю большие горловины. Еще раз покажу росток. Вот, соединив здесь петли, как мне трудно держать за штативом, соединив здесь петли, вот я вам покажу росточек. Он довольно-таки большой. Нужно меньше, вяжите меньше. Нужно больше, вяжите больше. Крутиться и вертеться можно столько, сколько вам... Ой, это уже не росток, это я уже... Вперед, вперед сейчас еще раз. Кому сколько надо, так и вяжите росток, пожалуйста. Здесь мы сами рулевые своих обозов. Если моя горловина будет очень большой, а так и будет, я спасаюсь спандексом. Если моя горловина будет большой на грани, чтобы вот белишко не было видно, это мне очень нравится. Это то, к чему я стремлюсь. Пока еще, знаете, ну, все-таки до стирки, пока какой-то типа даже подобие держат. Не держат, абсолютно не держат. Хлопок резинку, здесь обольщаться не надо. Пока при примерках мне нравится все очень, но это все вытянется и растянется. Я тем, кто вот это же количество петель набирает. Не каждому оно... Хотя мне очень многие пишут, что именно этого не хватало в вязании. Не обхватить горловину, прям как обхватить, а вот именно такого вот распоясанности, такой распоясанности. У меня бывает иногда очень, намного больше, чем надо. Я спандексом подхватываю. Так мне нужно. И при такой горловине у меня никогда здесь особо в обтяг ничего нет. Я очень себя комфортно чувствую. Как я делаю прибавки в регланной линии? Какое-то расстояние, у меня получилось сантиметров 6, наверное. Можно было поменьше, но я что-то вот не тормознула. Я прибавляла в каждом втором ряду через ряд. Вот сейчас, мне кажется, я подхожу к окончанию вывязывания в каждом третьем ряду прибавки делая. Здесь в каждом втором и в рукав, и в тело. Здесь в каждом третьем и в рукав, и в тело. Вот сейчас я перейду, может быть, еще сантиметр-полтора на зону, где я буду делать прибавки в каждом втором ряду в теле. Уже говорю не первый, это раз. В каждом втором ряду в теле. А в рукав не буду делать прибавок вообще. И все я примеряю. Если надо скорректировать и где-то прибавить, доприбавить, убрать, я это делаю. Если нет, нет. Пока вот эта вот часть мне очень нравится. Я вот писала вам вчера, дайте я довяжу еще пару дней. Ну, девчонки, Татьяна, пожалуйста, как начинали, что как. Вот я рассказала. В этот раз у меня еще раз говорю, все-таки я хочу границу 35 сантиметров перейти. Так мне хочется. Пойдет, пойдет. Не пойдет, подраспущу, опять вернусь. То есть 30, у меня всегда 32 до стирки. ВТО иногда дает чуть больше. Хочу я подраспашонку такую. Я не знаю, как это сказать. Потом покажу. Кстати, вы заметили, я в последнее время что рисую, то и вяжу. А ведь было время, когда я рисую одно, вижу другое. То ли старею, то ли справляюсь. Петли я распределяла таким образом, чтобы у меня вот этот, значит, рисунчик, колосок, я его назову, он пошел и в линию реглана. Вот до сих пор думаю, может быть, да здесь надо было не 3 единицы, а 2 единицы. Мне кажется, вполне 12 петель для старта на рукаве тоже было бы достаточно. Но это, вы знаете, теории-теории, надо попробовать. Но я же не хочу такими нитками попробовать стартовать. И с 2 на кто похудей. Вам, у кого плечо такое и рука неполная, как у меня, вам вполне возможно 12. Для хейвердоподобного изделия, не для классического реглана, а для хейвердоподобного, 12 вот так вот петельчик, старт рукав вполне. Вот у меня как бы большеват он, но с другой стороны мне так комфортно сидит, у меня нет никакого ощущения, что что-то мне маловато, что-то в аптегончик, это тоже здорово. И поэтому, чтобы исключительно реглан продолжался, ой, рисунок продолжался в главных линиях, я вот так распределила. А так можно было, конечно, немножечко по-другому распределить. Как вяжется колосочек, показать, кому оставайтесь, кто все знает, наверное, все на сегодня. Как я делаю прибавки? Если вот они такие вам нужны, что-то мне все мешается. Как я делаю прибавки? Ой, петлю убежал, сейчас подниму. Если вы хотите дырочки, то просто накид в одну сторону, вот с этой стороны так, а с этой стороны вот так. Но так как у меня здесь-то прибавочки идут в каждом третьем ряду, два рядочка, прибавка, два рядочка, прибавка. А в самом начале-то они идут в каждом ряду. И дырочки это будут очень сильно показывать. Поэтому от дырочек я отказалась. И я, наверное, это называется скрещенный накид. Вот таким образом я делаю прибавку. Еще раз покажу. Вот таким образом я делаю прибавку. С этой стороны. Сейчас покажу с этой. Потом у нас идет как раз этот раппорт. Одна изнаночная, четыре лицевых, одна изнаночная. Вот это единичка в шесть петель, как я сказала. Вот у нас четыре петли. Но это у меня четыре. А колосок может состоять из перевития не одной петельки, а сколько угодно. У меня такой микроколосок. Вместо одной петельки могут две, три, четыре, пять, как угодно. Значит, мне сейчас нужно эту петельку вперед как бы и уступить мне. Сейчас я по-русски скажу. спицу, но мне она уже не нужна. Значит, перебрасываю петли и получилось, что эта петелька встала на место первой, именно пройдя перед работой. Провязываю я ее, потом та, которая уступила место. А теперь нам надо поменять местами эти петли и вот эту за работу отвести. Сейчас я покажу. я просто снимаю вот она и подхватываю ее за работой. Обычный, самый что ни на есть колосок. Провязываю и потом провязываю вот эту петельку. Они поменялись местами. Вот оно, перевитие. Вот я сделала перевитие, теперь три ряда буду вязать без перевития и опять пореже, почаще, как вам хочется. Это только мы решаем, как делать эти перевития. Изнаночные. Вот моя линия реглан. Здесь у нормальных людей стоит маркер, но зачем маркер, если все видно? Когда очень хорошо вязки отличаются, я маркера не ставлю. И вот у меня, пока-то мне еще не надо прибавку, это я просто показываю на видео. Так-то я еще, видите, здесь еще только один рядочек провязан, второй рядочек тоже надо будет провязать. Но вам покажу. Помните, как я здесь прибавляла, да? Вот так вот. Здесь я буду прибавлять немножко по-другому. вот так вот. Здесь мне удобнее. Не знаю, это так надо, не надо. Я просто показываю, как я делаю, а не учу ни в коем случае. Я прибавляла вот так, вот здесь. А чтобы здесь наклончик был немножко другим, я прибавляю вот так. Прибавила и пошла, пошла, пошла дальше. Сейчас буду распускать, потому что прибавки мне рано сделать. Но что касается спины, я вот просто тоже 4 петли колоска взяла центральную. Почему я здесь 11 колосков, не 10 я оставила. Помните, я вам говорила, можно 10 единиц здесь и 10 единиц на передней части. Я сделала 11 и 9. Вот, чтобы центральные как раз петельки изнаночные, то они пошли в лицевые, а вот именно лицевые петли колосочка пошли вот этой полулыжней местом для будущих. Все это, конечно, растянется после стирки, вытянется. Сейчас пока так все. Вот, местом для будущих пуговок под самым центром спины. Я тут, значит, красиво уже выкладываю, готовлюсь к заключительному, так сказать, эпизоду, к фразе. Это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. И вдруг вижу, как хорошо, видите, писать. Вот это я случайно, наверное, не нашла бумажку, написала, или долго идти к бумаге было. Давайте посмотрим. 17 сантиметров, я не помню, в том ролике я же говорила, после стирки, а вот сейчас вот он мотается, мотается образец, валяется, валяется, ну как валяется, в корзиночке вон, в той живет, но тем не менее. Давайте посмотрим, что с ним. Я прям самой интересно, как изменилось. Так, значит, сейчас ничего не делаем, мы просто положим. Вот он хлопок, он где-то кривоватенький, где-то маленечко косоватенький, но мягкий, неглаженный, потому что я его уже... Итак, 17 сантиметров по ширине. Ну-ка, 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 ну-ка. Посмотри, что, 17 с половиной. Я вот под этой, по-моему, всегда даже 18. Так, ну-ка, вот он, чих-чих-чих. Чих. Ну вот он, конечно, такой, но под силой тяжести все-таки мне хочется чуть-чуть его поправить. Руки там. Это я как будто постирала, я всегда расправляю. Но самое главное, не уменьшился. Самое главное, не уменьшился. Ну, 17 с половиной, стремящийся даже к 18. Замечательно. Потому что изделие будет под силой тяжести. В общем, не ушло. И 16, это если длиной. Ну-ка, давайте-ка снизу вверх посмотрим, снизу вверх, по центру. Ага, вот тут прям в аккуратушке 16. Ну и пусть. Мне главное, ширина, чтобы не убавлялась. Длина-то я там, даже если все подсадить, я все к твидовому какому-то джемперу у себя готовлю. Думаю, даже если подсядить, какую-нибудь рубашку белую у твидового-то. Мне самое главное, ширина. Когда вот тягончик, в облегончик, конечно, мне обтягивать-то особо нечего. Ну, никак я сегодня все выложу. Опять, желаю произнести фразу до новых встреч. Оглядываясь вокруг, я понимаю, что у меня ждет еще так. Про кофточку рассказала. Опять же, мне писали, Таня, вы в одном из своих роликов показывали пасхальный набор. Если можно, покажите его близко. Такая нежность, нежный прелесть, прелесть. Девочки, я согласна. Вот она, царская Пасха, пасхальный набор. Я вам покажу его близко. Вот как он выглядит, значит, с лицевой части. Вот как он выглядит с изнаночной части. Купила я его в так, пятерочке. Там было гораздо больше те года выбора, а сейчас там меньше. Вот. Ведь хорошо приготовила. Я обычно не готовлюсь к ролику, так вот уж тщательно это огляделось. здесь у нас, я просто говорила, что хочу в этот раз нежности, красители. Здесь даже написано, какие, да? Фиолетовый, розовый, желтый, бирюзовый, голубой. А, думаю, зачем же краситель? Вот видите, я знаю, что здесь красители, но не думала, что буду красить. Розовые, это здорово. То есть они под вот эти, а я только наклеечки надеялась. Ну, как хорошо, допустим, вот эта наклеечка, да, с таким яйцом. Так, и перчатки, и то, что меня тронуло, так, перчатки нам для красоты не нужны. Вот это мы поставим для красоты. Вот эти наклейки. Они были так сложены, нехорошо, неправильно. Я сейчас их сложила правильно. Они были как-то, мне все, мне все не по-моему. Вот, девчатки, кто просил? Это здорово. Точно, вот, можно даже белое яйцо вот такой наклеечкой. А по мне, вместо красителей лучше положили, потому что такие вот на рынке продают термонаклейки, их полно, но они мне душу не греют, не нравятся. А вот я вот за эти, вот такие мне нравятся. Вот это вот мое, тем более скатерчик такой положить, да? Ну и правильно, вот еще покрасить, если нежно, вышел вот такой цвет. Нежно-зелененький, нежно-розовый, прелесть. Вот, девочки, вы просили показать. И, значит, что еще? Ну, так-то да, так-то похоже. То есть яйцо голубым покрасить, и вот эти розочки меня прям пленили. Так, и, значит, для формочку, для кулича. У меня тут, видите, чего только нету. Чего только нету тут у меня. Вот она какая, приятненькая. Вот, говорю, меня как-то тянет прямо в этот год на какое-то такое, вот если получится. Краска, ну уж наклейка точно получится. Краски получатся, не получится, а наклейки получатся. Вот так у меня, девчата, в этот год. Ну, я просто чисто красивую дом-композицию оставлю. Так-то я все буду луковичить у мамы. Вот, показала, да, поближе? Ну, а теперь точно благодарю всех за внимание и говорю, до новых встреч, а они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok